Всем привет! Меня зовут Илья Яшин. Я снова стою перед вами в анимационном образе и снова говорю не своим голосом. Это все еще единственный доступный мне способ преодолеть решетки и стены колонии под Смоленском, где я сижу по приговору путинского суда за то, что публично выступал против войны с Украиной. Прошло 40 дней после смерти Алексея Навального, лидера российской оппозиции и моего доброго друга, убитого в колонии за Полярным кругом. Не секрет, что Алексей был верующим человеком, и я хорошо знаю, что вера его была искренней. Он действительно старался жить и работать по христианским заповедям. Сороковины в православной традиции имеют глубокое духовное значение. Христиане верят, что душа усопшего находится после смерти в состоянии перехода от земной жизни к вечности и что на сороковой день душа наконец предстает перед Богом. Навальный прожил честную и достойную жизнь. Собственным примером показал, что такое настоящий гуманизм, гражданское мужество, любящая семья и самоотверженная борьба за правду. Поэтому, если Бог существует, то Алексею будет не стыдно предстать перед ним, и сегодня же он окажется в царстве небесном. Ну а мы на грешной земле давайте сегодня помянем Навального добрым словом. Мы были знакомы 23 года, и мне хочется рассказать, каким я его знал. Это будет личная история про моего друга Алексея Навального. Пожалуйста, не забудьте, что YouTube чаще рекомендует видеоролики другим пользователям, когда вы ставите лайки, активно комментируете и подписываетесь на канал. Так что сделайте это прямо сейчас, и заранее спасибо вам за поддержку. Мы начинаем. На войне! На войне! На войне! На войне! С Навальным мы познакомились в далеком 2001 году. Путин меньше двух лет был президентом и только осваивался в Кремле. Но уже тогда он начал проявлять авторитарные и милитаристские тенденции. Это не нравилось ни Алексею, ни мне, поэтому мы присоединились к партии «Яблок», которая была представлена в Госдуме небольшой фракцией и критиковала власть с демократических позиций. Мы оба активно проявили себя в «Яблоке», и вскоре я возглавил молодежную организацию партии в Москве, а Навальный стал председателем партийной ячейки в районах Люблиной и Марьино, где он жил с семьей. Познакомил же нас один из самых молодых на тот момент яблочных депутатов Сергей Митрохин, который пытался хоть как-то реанимировать старейшую демократическую партию по внутреннему устройству, все больше напоминавшую КПСС, и собирал вокруг себя молодых активистов, способных вдохнуть в «Яблоко» новую жизнь. Митрохин поручил нам с Навальным сформировать креативный штаб, который должен был наносить партийные идеи до общества в виде ярких, интересных акций. Нам выделили небольшую комнату на цокольном этаже яблочного офиса в центре Москвы, и следующие шесть лет мы проработали здесь с Навальным за соседними столами. Мы были совсем молодыми и быстро нашли общий язык. Во-первых, нас обоих тошнило от партийного Нафталина, мы не стеснялись критиковать руководство и хотели перемен. Мы открыто обсуждали, как могла бы выглядеть партия объединенных демократов, если бы не варилась в собственном соку и всерьез претендовала на власть. Штаб наш состоял всего из пяти человек, но мы действовали ярко, дерзко и зачастую шли на прямой конфликт с Кремлем. Например, «Единая Россия» проголосовала в Думе за повышение коммунальных тарифов, а накануне парламентских выборов устроила в Москве митинг против повышения этих самых тарифов. Мы с Навальным и группой молодых яблочников пробрались к сцене и развернули перед журналистами большой плакат с результатами голосования в Думе, наглядно демонстрируя лицемерие единороссов. У микрофона в тот момент выступал неприятного вида функционер в очках, который покраснел от злости, спрыгнул со сцены и грязно матерясь принялся рвать плакат в клочья на глазах изумленной прессы. Фамилия этого человека была Мединский, который в будущем станет министром культуры и советником президента, ответственным за содержание школьных учебников истории. Во-вторых, у нас с Навальным оказалось похожее чувство юмора, и на этой почве мы быстро сдружились. Честно говоря, шутки наши иногда были довольно хулиганскими, хотя и вполне безобидными. Например, один из функционеров тогдашнего Яблока очень серьезно относился к своей работе, старался всегда быть на связи и поэтому носил в карманах своей жилетки а-ля Вассерман сразу пять мобильных телефонов. И мы с Навальным регулярно звонили ему на все телефоны сразу из партийного офиса. Закончилось дело небольшим скандалом, когда к нам в штаб пришел Митрохин и сказал, что этот функционер делал доклад на заседании фракции и на самом серьезном моменте вдруг начал весь звенеть. Наша небольшая веселая компания в цоколе партийного особняка быстро стала самым живым, что было тогда в Яблоке. Мы много работали, постоянно придумывали что-то интересное и все время спорили друг с другом о политике. Навальный придерживался более правых, консервативных взглядов, я же был левее и либеральней. Мы регулярно осваивали навыки политических дебатов, эмоционально дискутируя о налоговых системах, принципах госустройства и европейских выборах. А еще, будете смеяться, мы постоянно спорили о Симпсонах. Да-да, о нарисованных желтых человечках из знаменитого сериала. Я фанат Симпсонов. Я, наверное, по самой последней серии не так внимателен, но и в первой серии, ну, первые много сезонов, я смотрел по многу раз, я все диалоги помню наизусть, но в Симпсона это вообще, я считаю, величайшее, одно из величайших произведений мировой культуры современной. И это прямо мощь. Все должны смотреть Симпсонов и Футураму. И Терминатор 2. Дело в том, что однажды выяснилось, мы оба обожали Симпсонов, выросли на этом сериале, и каждый считал себя его главным знатоком в мире. Почти ежедневно мы пытались подловить друг друга на незнание какого-то факта из жизни Симпсонов, но в конце концов признали, что мы оба достойные соперники и силы равны. А вот в плане музыки прийти к компромиссу долгое время не могли. Навальный обожал Элеса Пресли, называл его королем и скептически относился к группе Битлз. Я же наоборот, наизусть знал песни Битлов, посмеиваясь над блестками Элвиса и над его заискиванием перед американским президентом Никсоном. Впрочем, спустя много лет мы все же нашли точку соприкосновения наших музыкальных пристрастий, когда я скинул Навальному несколько песен группы «Заточка», приведших его в полный восторг. К слову, после возвращения Алексея из сибирского турне в 2020 году мы как раз собирались на концерт «Заточки» в Москве. Но по пути домой Алексея отравили, и вместо Москвы он оказался без сознания в берлинской клинике «Шарите». Но все это было позже, а пока шел 2003 год, и приближались выборы в Госдуму. Наша креативная группа была преобразована в избирательный штаб по Москве, и четыре месяца мы работали почти без сна и отдыха. В итоге столица стала единственным регионом, где «Яблоко» улучшило свой результат по сравнению с предыдущими выборами, набрав больше 10%. Однако по стране в целом партия с треском провалилась, так и не дотянув до заветных 5% и лишившись представительства в парламенте. Было совершенно очевидно, что ключевая причина провала – неспособность демократов договариваться и конфликтная, скандальная конкуренция между двумя демократическими партиями – «Яблоко» и «Союз правых сил». Объединившись, партии спокойно могли пройти в Думу и создать серьезный противовес «Единой России». Вместо этого они вели взаимную войну на уничтожение, и в итоге обе партии эту войну проиграли, а единороссы получили контроль над парламентом. После выборов, к сожалению, никаких разумных выводов сделано не было, и война «Яблоко» с СПС лишь усилилась. Мы с Навальным смотрели на это с тоской, но повлиять на Явлинского, который у Пёрсии стоял на своем, не имели никакой возможности. И тогда мы начали реализовывать собственные объединительные инициативы, как бы показывая пример политическим ветеранам и партийным вождям. Я предложил молодым «Яблочникам», СПСовцам и активистам других организаций объединиться в движение «Оборона», которое жестко критиковало Путина и активно работало в регионах. Навальный же собрал множество талантливых студентов и аспирантов в движении «Да», самым ярким проектом которого стали клубные дебаты в Москве, сформировавшие тогда в нашем городе новую политическую субкультуру. Начало нулевых годов было временем деградации публичной политики в России. Люди все меньше интересовались выборами, а Путин, по сути, предложил обществу новый социальный контракт. Граждане добровольно отказывались от своих конституционных прав и политического участия в обмен на рост бытового потребления и определенную стабильность. Путин же получил возможность укрепить личную власть и фактически монополизировал государственные институты. На этом фоне политические дебаты, которые Навальный устраивал в столичных клубах, сильно выбивались из общей тенденции. Это была настоящая и яркая публичная политика, столкновение мнений, в этом была жизнь, страсть и энергия. Алексей оказался талантливым ведущим. Дебаты собирали большие аудитории. Клубы «Апшу», «Пилингова», «Гоголь» забивались до отказа. Вероятно, самым запоминающимся эпизодом этого проекта стали мощные дебаты между Борисом Немцовым и Дмитрием Рогозиным. Почему, если мы за русских, то мы обязательно против грузин, армян, прибалтов и всех остальных? Почему это происходит? Объясните. Дебаты стали настолько популярными, что Алексею даже предложили перенести их на телевизионный формат. Он успел записать пилотный выпуск для одного из телеканалов, однако это шоу так никогда и не вышло в эфир. Растущая популярность Навального начала беспокоить Кремль, который тогда впервые увидел в Алексея потенциальную опасность и стал противодействовать его активности. На очередные клубные дебаты пришла группа провокаторов, которые оскорбляли участников и гостей, пытались устроить драку и фактически сорвали мероприятие. На выходе из клуба нас с Алексеем встретило несколько отморозков и в ходе завязавшейся потасовки Навальный разбил одному из них лицо. На место тут же прибыл наряд полиции, и Алексея в наручниках доставили в участок. Долгая и нервная следственная проверка, впрочем, закончилась ничем. Слишком уж очевидно было, что провокаторы намеренно затеяли драку, а мы защищались. К тому же пресса быстро выяснила, что один из провокаторов является сыном высокопоставленного ФСБшника, и папа хотел поскорее замять скандал. Но первый по-настоящему тревожный звонок прозвенел для Навального именно тогда. Примерно в то же время журналистка и радиоведущая Евгения Альбац начала собирать молодых активистов демократической оппозиции у себя дома. Это были регулярные творческие квартирники, где мы ужинали, спорили и вместе придумывали какие-то интересные проекты. Навальный был постоянным участником этих встреч, а иногда приходил со своей женой Юлей. Она производила на всех невероятное впечатление. Умная, харизматичная, с тонким чувством юмора. Бросалась в глаза, насколько Алексей любит свою жену и ценит ее мнение. На этих квартирниках у Евгения Альбац были придуманы самые заметные массовые митинги той эпохи. На демократические акции тогда, как правило, выходило совсем немного людей. От силы человек 100 пожилых активистов. Нам же совместными усилиями удалось организовать митинги в защиту свободы слова и против авторитаризма, на которые приходили тысячи москвичей, причем в основном студенческого возраста. И, кстати, именно тогда, в 2005-2006 годах, мы впервые стали использовать для привлечения людей на митинги социальные сети, находившиеся, правда, еще в зачаточном состоянии. Еще никто и не слышал про Facebook и Twitter с Instagram, а уж тем более про Telegram-каналы. Это была эпоха живого журнала или, проще, ЖЖ. Мало кто помнит, как Навальный назвал свой первый блог в ЖЖ. Но я помню, он назвал его Radioactive Man в честь супергероя из «Симпсонов», чей плакат висел в комнате Барта. «Осторожно! Радиоактивный человек!» Время шло. Режим Путина становился все жестче. Была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Оппозицию начали регулярно снимать с выборов и плевать по-моему на ТВ. Появились первые политзаключенные. И началась эпоха маршей несогласных. Это была серия отчаянных демонстраций в Москве, Петербурге и других городах, где объединенная оппозиция требовала отставки Путина и политических реформ. Кремль реагировал жестко. Впервые при этой власти общество увидело бесконечные ряды полицейского спецназа, парализовавшего центры городов и варварские задержания мирных демонстрантов. Бойцы ОМОНа действовали более жестко, чем ранее на Пушкинской площади. Людей избивали и волокли к автобусам. Администрация президента давила на руководство демократических партий, и Явлинский прямо запрещал нам участие в таких акциях протеста. На этом фоне в Яблоке окончательно оформилась внутрипартийная оппозиция, охватившая несколько крупных региональных организаций, где хотели не кулуарных переговоров с властью, а решительных действий против наступавшей диктатуры. Вопреки запретам мы выходили на марши несогласных под полицейские дубинки. Навальный же тогда впервые ярко проявил себя как уличный лидер. Несмотря на жесткие рейды ОМОНа в толпу, он умудрялся организовывать колонны протестующих и возглавлять шествие в центре Москвы, преодолевая сопротивление полиции. Параллельно Навальный инициировал создание оппозиционного объединения «Народ». Компанию ему составили петербургский депутат Сергей Гуляев и писатель Захар Прилепин, который тогда еще не торговал собой в Кремле и открыто критиковал власть. А Навального называл лучшим кандидатом в президенты России. Ну, огромный вопрос. Я думаю, что, ну, если персональю, я думаю, что Алексей Навальный имеет наибольшие шансы быть человеком, который устраивает максимально большое количество людей. Народ позиционировал себя как национал-демократическая оппозиция. И Алексей прилагал большие усилия к тому, чтобы направить движение русских националистов в цивилизованное русло, превратить его из маргинального течения бритоголовых в правую оппозицию европейского типа. За эту рискованную стратегию Навального сильно критиковали со всех сторон, а пропаганда выставляла его фашистам и даже сравнивала с Гитлером. Честно говоря, я и сам скептически воспринимал правый крен Алексея, и мы часто спорили на эту тему, иногда очень эмоционально. Но несмотря на разные точки зрения, политическая логика Навального была мне понятна. Националистический шлейф тянулся за Алексеем еще много лет, и уже в 2022 году я объяснял, чего именно он пытался добиться. Идея была в том, что если пустить это все на самотек, то там так и будут вот отморозки, там какие-то бритоголовые с бейсбольными битами. А если находить и взращивать на этом фланге каких-то цивилизованных лидеров, то это может быть нормальная, вполне цивилизованная правоконсервативная сила, которых сейчас хватает на самом деле в европейских парламентах. И ничего страшного в этом нет. Вот в чем была идея Навального. Именно национализм стал формальным поводом для исключения Навального из яблока. В реальности же Явлинский разозлился на Алексея за то, что тот публично потребовал его отставки с поста председателя партии после оглушительного провала на выборах в Госдуму 2007 года. Вопрос об исключении Навального был вынесен на полицовет партии, в который я тогда входил. И я же был единственным членом полицовета, который голосовал против. Год спустя тот же самый полицовет исключил из яблока и меня самого. На этот раз поводом стало мое участие в создании движения объединенной оппозиции «Солидарность» вместе с Борисом Немцовым и Гарри Каспаровым. Навальный ушел в самостоятельное политическое плавание. Его движение «Народ» оказалось не самым успешным проектом, и Алексей искал себя. Он успел поработать в Кировской области советником губернатора Никиты Белых, с которым они тогда приятельствовали. Я приезжал тогда к Навальному в гости. Он показывал мне древнюю технику в своем кабинете, взял меня на встречу с врачами недавно отремонтированной местной больницы и объяснял, что хочет изнутри изучить, как работают механизмы власти. Впрочем, в Кирове Навальный надолго не задержался и спустя некоторое время получил лицензию адвоката, сосредоточившись на антикоррупционных проектах. Навальному пришла в голову классная идея. Он покупал микропакеты акций в российских госкорпорациях и на правах миноритария запрашивал документы, участвовал в собраниях акционеров и шаг за шагом выявлял схемы масштабного распила денег, за которым стояли люди из ближайшего окружения Путина. Уже тогда общество понимало, что наша власть коррумпирована, но Навальный стал первым, кто не только доказал это с цифрами, фактами и конкретными примерами, но и сумел объяснить происходящее простым, понятным языком, да еще и сдобрив это своей фирменной иронии. Первые же антикоррупционные расследования, которые он опубликовал в ЖЖ, сделали Алексея звездой оппозиционной политики, резко прибавив ему популярности. Со временем он превратил антикоррупционные расследования в свой самый мощный политический инструмент, собрав вокруг себя команду Фонда борьбы с коррупцией и научившись делать по-настоящему масштабные фильмы расследования в Ютубе, бьющие в самую сердцевину российской коррупции и затрагивающие первых лиц государства, включая лично Путина. Но начиналось это все в 2009-2010 годах с обычных постов в ЖЖ. К парламентским выборам 2011 года Алексей набрал уже значительный политический вес и воспринимался как один из полноправных лидеров оппозиции. К этому моменту Кремль окончательно взял под контроль все избирательные процессы, поэтому возможности зарегистрировать свою партию и принять личное участие в выборах у Навального не было. При этом ситуация в стране накалялась, поскольку на старте избирательной кампании Путин заявил о намерении вернуться в Кремль и снова занять президентское кресло, которое он на один срок уступил Дмитрию Медведеву. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Надежды общества на мирный и постепенный отход от путинизма улетучивались, и в городской среде, в образованном среднем классе, зрели протестные настроения. Однако требовалась внятная стратегия на ближайшие выборы в Думу. Немцов и Каспаров предложили портить бюллетени, поскольку достойной партии в списке не было. А Навальный неожиданно предложил голосовать за любую партию, кроме Единой России, и попытаться лишить Кремля монополии в новом составе парламента. Идея оказалась спорной, и Навальный сошелся в дебатах с Немцовым и Каспаровым. Когда я говорю, приходи на выборы и голосуй за людьбую партию против Единой России, мы сразу приобретаем сотни тысяч активистов других партий, которые готовы следовать этой логике. Когда мы пропагандируем бойкот, чего я придерживался на прошлых выборах, я просто сейчас признаю, что идея эта не состоялась, или порча бюллетеней, мы дискутируем и боремся не с Путиным, а с Митрохиным. План Навального в итоге привлек множество сторонников по всей России. В одном из интервью он назвал Единую Россию партией жуликов и воров, и это клеймо намертво приклеилось к единороссам. В декабре 2011 года люди массово пошли голосовать против Единой России и одновременно участки заполнили тысячи независимых наблюдателей. Кремль быстро осознал, что все идет не по плану, и партия власти набирает значительно меньше голосов, чем ожидалось. Ситуацию решили исправить привычным способом – вбросами бюллетеней и фальсификациями. Однако не учли, что на этот раз на участках было действительно много мотивированных наблюдателей, которые пришли по призыву Навального, да еще и вооружились мобильными телефонами с видеокамерами. И ночью после выборов интернет заполнило огромное количество роликов с наглыми вбросами бюллетеней и прочими фальсификациями. Непривыкших к такому контролю членов избирательных комиссий буквально ловили за руку, а телевидение путалось в цифрах, сообщая, что на участки пришло 146% избирателей, а Единая Россия уверенно лидирует. Но уже к утру всем было очевидно, что 50% голосов, якобы полученных единороссами, это чистое жульничество, а выборы у людей нагло украдены. 5 декабря, на следующий день после голосования, у нашего движения «Солидарность» был согласован митинг на чистых прудах в Москве. Навальный позвонил мне рано утром и предложил попытаться сделать из этого митинга по-настоящему большой объединенный протест. Мы согласовали план действий, начали призывать людей, хотя до последнего сомневались в успехе. Буквально за пару часов до начала мы обменивались смс-ками, и Навальный опасался, что на площади нас встретит всего лишь несколько сотен протестующих. Но опасения были напрасны. В центре Москвы собралось около 15 тысяч горожан, рассерженных ворожством их голосов на выборах. Навальный вышел на трибуну под гром аплодисментов и выступил с яростной речью. Они могут смеяться в своем зомбоящике. Они могут называть нас микроблогерами или сетевыми хомячками. Я сетевой хомячок. И я перегрызу глотку этим скотам. Мы сейчас вместе это сделаем. Потому что мы существуем. Просто разойтись после такого митинга было невозможно. Люди ждали решительных действий. За сценой мы обсудили, что делать дальше, и было принято решение идти к зданию Центра избиркома и требовать пересчета голосов. Я взял микрофон и призвал собравшихся устроить мирное шествие. Тысячи людей двинулись по улицам столицы, преодолевая кордоны полиции и выдержав несколько жестких атак со стороны ОМОНа. В одной из стычек спецназовец ударил Навального шлемом по голове. В районе Лубянки напуганные сотрудники ФСБ расчехлили табельное оружие и забегали в здание своей конторы. Каждые пару сотен метров наши ряды редели, поскольку ОМОН отрезал часть колонны и выхватывал людей из толпы. До пункта назначения мы не дошли совсем немного. Остатки протестующих были разбиты буквально на подступах к зданию Центра избиркома. Вместе с другими демонстрантами нас с Алексеем доставили на автозаки в отдел полиции, но почти сразу нас двоих отделили от остальных. Ближе к ночи нас неожиданно снова загрузили в автозак и повезли в неизвестном направлении куда-то за МКАД. Мы не понимали, что происходит, а окружавшие нас спецназовцы в масках и с автоматами лишь посмеивались, но ничего не объясняли. В какой-то момент автозак притом мазил в безлюдном месте рядом с лесом. ОМОНовец с майорскими погонами сказал, что сейчас нам дадут по лопате и заставят копать себе могилы, потому что Путин якобы расценил события в Москве как массовые беспорядки и приказал расстрелять их зачинщиков. Мы с Навальным молча переглянулись, пытаясь понять, правда это или мрачная шутка. В соседней Беларуси подобные расправы над оппозицией практиковались уже не первый год, так что поверить было не так уж и сложно. Но эта поездка в лес все же оказалась психологическим давлением, и через пару часов нас вернули в отдел полиции, а утром следующего дня арестовали на 15 суток. Силовой разгон мирной демонстрации и арест популярного лидера оппозиции на фоне украденных выборов крайне возмутил общество. По всей России началось движение рассерженных горожан. Пока мы сидели за решеткой и обменивались записками в прогулочном дворике, протесты нарастали, а 10 декабря на Болотную площадь в Москве вышло больше 80 тысяч демонстрантов. Это казалось невероятным. И, скорее всего, именно это спасло нас с Навальным от уголовного дела, которое уже вовсю готовилось по заказу Кремля. В администрации президента, вероятно, поняли, что дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям и даже пошли на небольшие уступки протестующим, смягчив законодательство о выборах и партиях. На следующий день после нашего освобождения на столичном проспекте Академика Сахарова собрался крупнейший митинг в постсоветской истории России. Это был воистину звездный час Навального, который осознал силу своего слова и которого в качестве лидера оппозиции приветствовало 120 тысяч человек. Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас. Но мы мирная сила. Мы не сделаем этого пока. Но если это жулье и варье, будет и дальше пытаться обманывать нас, будет пытаться и дальше врать нам и воровать у нас, мы заберем сами. Это наше. Масштабные протесты продолжались в течение всех следующих месяцев, когда Путин нервно вел свою самую сложную президентскую кампанию. Политическое напряжение росло и достигло точки кипения 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Путина в Кремле. Десятки тысяч протестующих во главе с Навальным и Немцовым двинулись от Октябрьской площади по прямой в сторону Кремля, который был окружен плотными рядами полицейского спецназа, солдат внутренних войск и баррикад из коммунальной техники. На подходе к Большому каменному мосту полиция заблокировала движение колонны, спровоцировав давку и прорыв оцепления. Так началось крупнейшее в современной истории столкновение оппозиционных сил с путинскими охранителями. Навальный вскоре был задержан и упакован в автозак. Следом арестовали и Немцова. Меня люди смогли отбить у полиции, и я оставался на площади до самого вечера, пока продолжались столкновения. В конце концов, силовикам все же удалось разогнать несогласных и физически подавить протест против возвращения Путина в Кремль. Инаугурация нового старого президента прошла на фоне массовых задержаний, избиения граждан и кровавых луж на асфальте в центре Москвы. В тот день, по свидетельствам очевидцев, взбешенный Путин бросил в адрес протестующих фразу «Они испортили мне праздник, я сломаю им жизнь». Немедленно было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках на Болотной площади и начались аресты. Десятки протестующих один за другим отправились в тюрьму. Ко всем лидерам оппозиции домой врывались силовики и переворачивали все вверх дном в ходе обысков. Мы привыкали к растущему изо дня в день полицейскому давлению и постоянной слежке. Касалось это и наших близких. Например, во время обыска у Навального следователи изъяли мобильный телефон его тогда еще совсем юной дочери Даши. А Юля привыкала провожать дочку в школу под присмотром сотрудников ФСБ, которые вели наружное наблюдение за всей их семьей. Путин и правда старался сломать жизнь оппозиционеров, не утруждая себя моральными рефлексиями. Разгромив протест, Путин несомненно считал себя победителем. Но оппозиция не была уничтожена, смогла пережить кризис и перегруппироваться. Осенью того же года почти 100 тысяч граждан России избрали Координационный совет оппозиции, объединивший почти всех лидеров и основных активистов, готовых противостоять диктатуре. Навального уже тогда пытались упрекать в вождизме и перетягивании одеяла на себя. Он же наоборот демонстрировал готовность объединяться и работать со всеми. Хотя Алексей занял на выборах в Координационный совет первое место с большим отрывом, структура эта была подчеркнута безлидерной и на каждом ее заседании менялся председатель. В следующем 2013 году у всех были свои планы. Навальный планировал стать мэром Москвы, а Путин планировал его посадить. Выборы столичного городоначальника были назначены на сентябрь и для выдвижения Алексея требовалась официально зарегистрированная партия. По факту же в России оставалась единственная оппозиционная партия, теоретически способная выдвинуть Навальну. Речь про Парнас, партию народной свободы, сопредседателями которой были Борис Немцов, Михаил Касьянов и Владимир Рыжков, а я был там членом федерального бюро. Навальный попросил меня помочь договориться с партией. Задача, однако, была непростой. Я быстро заручился поддержкой Немцова, который симпатизировал Алексею и желал ему успехов. Рыжков же, который уже тогда бегал в администрацию президента и кулуарно отстаивал свои шкурные интересы в обмен на услуги Кремлю, был категорически против выдвижения Навального. А вот Касьянов сомневался и колебался. В результате долгих эмоциональных переговоров и дискуссий нам с Немцовым все же удалось склонить Касьянова на свою сторону. Полицовет большинством голосов поддержал кандидатуру Алексея и открыл ему дорогу на выборы мэра Москвы. Впрочем, едва он начал избирательную кампанию, как оказался взят под стражу в соответствии с приговором Кировского суда, который поспешил поставить точку в давно тянувшемся деле сфабрикованном против Навального из-за его работы советником губернатора. Арест только что зарегистрированного кандидата в мэра шокировал москвичей и уже через пару часов после приговора в центр города высыпали десятки тысяч протестующих, заставших врасплох и власти, и полицию. В тот момент я был в зале суда и успел попрощаться с Навальным. Но, как и все, я даже не мог представить, что уже завтра увижу его на свободе. Кремль принял беспрецедентное решение и отпустил Навального из тюрьмы, дав ему возможность продолжить свою избирательную кампанию. Известно, что, увидев картинку с протестующими, Путин решил закрыть вопрос со своим набиравшим силы конкурентом политическим способом. Действующему мэру Москвы Сергею Собянину была поставлена задача честно и убедительно победить Навального, унизив его маленьким процентом голосов. Идея была в том, чтобы выставить Алексея мошенником, уголовником и агентом Госдепа США, который на честных выборах не способен набрать больше 3-4%. Такой результат, вероятно, мог и в самом деле осложнить политические перспективы Навального, повиснув гирями на его ногах. И Алексей прекрасно это понимал. Поэтому начал работать так, что буквально опрокинул все расчеты кремлевских стратегов. Он пошел к людям напрямую и встретил на улицах живой отклик и неподдельный интерес. Встречи Навального с избирателями ежедневно собирали сотни и тысячи людей, а город буквально наводнили его волонтеры. В то время я возглавлял штаб Немцова на выборах в Ярославле, где мы в итоге победили, и Борис стал областным депутатом. Поэтому за активностью Навального приходилось наблюдать со стороны. Но пару раз летом я приезжал в Москву, встретился с Навальным, видел его общение с избирателями и слушал его истории о том, насколько москвичи соскучились по настоящей политике и конкурентным выборам. Выглядело все и правда впечатляюще, и, вопреки всем прогнозам, новичок избирательных компаний получил почти треть голосов и едва не навязал второй круг Собянину, которого спас лишь административные ресурсы и махинации с надомным голосованием. Всем было очевидно, что Навальный достиг серьезного успеха и что у него отличные перспективы в политике. Очевидно, это было и Кремлю, который осознал опасность честной конкуренции с Алексеем. Выводы были сделаны, и до конца жизни Навального больше не зарегистрировали ни на одних выборах. Тем не менее, казалось, что в 2014 году мы сможем развить успех. Однако Путин захватил Крым и на время восстановил свои пошатнувшиеся позиции в российском обществе. Во внутренней политике продолжилось закручивание гаек, и Навальный все чаще получал административные аресты по 10-15 суток, а также стал постоянным объектом провокаций и грязной пропаганды. Вскоре Кремль придумал очередную пакость, и по новому уголовному делу дал Алексею второй условный срок, но посадил в колонию его брата, Олега. Это был прием в стиле сицилийской мафии, когда в заложники берут родственника или близкого человека, чтобы заставить тебя подчиниться своей воле. Я хорошо помню, насколько болезненно Алексей переживал арест брата. Путину явно казалось, что, нанося удар по семье Навального, он бьет в самую болевую точку. Но Путин ошибся, поскольку семья была не слабым местом, а броней Алексея. Я был потрясен, какую невероятную поддержку он получил от близких. И Навальный, стиснув зубы, продолжил работу, не прогнувшись даже на миллиметр. В 2015 году нас ждал еще один тяжелый удар. У стен Кремля наемный убийца застрелил Бориса Немцова. В это время мы готовили марш против вторжения в Украину и связанных с этим последствий. И незадолго до убийства Алексей и Борис встречались с волонтерами. Чтобы воодушевить и мотивировать их, оба лидера оппозиции отправились по вагонам метро, чтобы распространять листовки с призывом на марш. Навального после этого снова арестовали на 15 суток, а вот Немцова не тронули, и он остался на свободе. 23 февраля, за 4 дня до убийства, мы с Борисом навестили Алексея в спецприемнике. И я стал свидетелем их последнего разговора. Немцов говорил, что в 2018 году надо обязательно выдвигать Навального в президенты и что, если Путин останется у власти, он гарантированно втянет Россию в большую кровопролитную войну с Украиной, по сравнению с которой нынешний конфликт на Донбассе покажется скромной репетицией. На похороны Бориса Немцова Алексей прийти не смог, поскольку еще не отбыл свой административный арест и оставался за решеткой. Также и я не смог прийти на похороны Навального спустя 9 лет, потому что сижу в путинской тюрьме. Мы тяжело переживали гибель Немцова, но все же собрались и взяли себя в руки. Борьба продолжилась, и мы раз за разом устраивали акции протеста, били по власти антикоррупционными расследованиями и шли на выборы. Летом 2015 года мы выдвинули списки кандидатов в депутаты сразу в нескольких регионах. Все они ожидаемо были сняты с дистанции, но список в Костроме, который я возглавлял, все же удалось отстоять и вернуть на выборы. Это была невероятно тяжелая кампания, которая началась с ареста начальника моего штаба Андрея Пивоварова. Мы с Навальным обошли буквально каждый Костромской двор, но каждая встреча с избирателями физически срывалась провокаторами, а меня задерживала полиция. Наших избирателей откровенно запугали, и те выборы мы проиграли. Однако в 2017 году очередная попытка увенчалась успехом. Моя команда кандидатов при поддержке Навального победила Единой России на муниципальных выборах в Москве, и я стал главой муниципалитета в Красносельском районе. Алексей регулярно присылал к нам юристов, которые помогали разоблачать местных коррупционеров, и с удовольствием рассказывал на своих стримах, насколько эффективно может работать демократическая оппозиция даже с минимальными полномочиями, приводя в пример нашу команду и призывая сторонников активнее участвовать в местных выборах. В 2017 году Навальный заявил о выдвижении в президенты, открыто бросив вызов Путину. К этому моменту он был уже безо всяких оговорок самым популярным оппозиционным политиком, выступления которого привлекали многомиллионную аудиторию и фамилию которого знало большинство населения России. По всей стране развернулась сеть предвыборных штабов, а Навальный ездил из одного региона в другой, неизменно собирая массовые встречи с избирателем. Рядом с Навальным стояли его сторонники, рядом была жена и дочь с сыном. Он говорил понятные всем вещи, обещал не врать и не воровать, олицетворял собой новизну и свежесть в затхлом болоте путинской политики. Навальный держался как будущий президент, выглядел как глава государства и, несомненно, был в состоянии бороться с Путиным за пост Кремля. Путин, очевидно, понимал все риски и не решился на открытую конкуренцию. Думаю, именно в 2018 году Путин и принял решение убить Навального, осознав, что ни купить, ни запугать этого человека не получится и что цивилизованным способом избавиться от Алексея не выйдет. На это же указывают и результаты независимого расследования, которое сам Навальный провел, придя в себя после отравления. Из этого расследования ясно, что ликвидаторы из ФСБ взяли Навального в разработку и начали следовать за ним именно тогда, в 2018 году. И, разумеется, Центр избирком отказал Навальному в регистрации на выборах президента, а Элла Памфилова издевательски заявила, что он еще молодой и у него все впереди. А вы молодой, перспектива хорошая, но, как говорится, все у вас еще впереди. Давление на оппозицию росло, но и мы не сбавляли оборотов. В 2019 году неожиданно для Кремля настоящим политическим кризисом обернулись выборы в Московскую городскую думу. К этому времени мы действительно неплохо научились вести избирательные кампании, завоевали симпатии жителей крупных городов и эффективно попадали в самые болевые точки власти. Навальный возглавил на столичных выборах неформальный штаб умного голосования, который помогал целой команде независимых кандидатов, выдвинутых против единороссов. Это была действительно мощная кампания. Кандидаты, одним из которых стал я, собрали десятки тысяч живых подписей москвичей в поддержку своей регистрации. Не было сомнений, что по итогам выборов мы получим крупную фракцию в городском парламенте, а, возможно, даже сформируем большинство и сможем назначить своего спикера думы. Кремль видел угрозу и нервно искал варианты решения проблемы, тасовал колоду лояльных кандидатов, но все соцопросы показывали, что шансов удержать Москву у единороссов немного. В итоге Путин, как обычно, просто приказал снять нас всех с выборов. И снова наступил на грабли 2011 года, поскольку такая наглость оскорбила множество москвичей, ставивших подписи за независимых кандидатов. Начался протест, длившийся несколько месяцев. Люди ежедневно собирались на митинги, устраивали масштабные демонстрации и освистывали единороссов. Казалось, речь идет всего лишь о городских выборах, но политический кризис приобрел федеральный масштаб. И Путину приходилось оправдываться перед прессой за снятие оппозиционных кандидатов даже в своем европейском турне. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом. Мы яростно протестовали на улице, стуча в двери мэрии и избиркомов. А Кремль снова подавлял протест силы и отправил большинство независимых кандидатов, а также Навального под арест вплоть до дня голосования. И все равно «Единая Россия» опозорилась, поскольку избиратели, следуя призыву Навального, прокатили на выборах ключевых единороссов, голосуя в знак протеста за безымянных статистов. Время шло. Жарким августовским утром меня мучила головная боль, и я спал дома с выключенным телефоном. Проснулся от громкого стука в дверь. На пороге стоял бледный друг, который сообщил, что Навального пытались убить, и он в критическом состоянии. В этот момент Алексея откачивали в Омской клинике после отравления боевым ядом «Новичок». У меня не было ни малейших сомнений в том, что произошло. Было ясно, что вслед за Немцовым Путин решил расправиться и с Алексеем. Юля Навальна билась с чиновниками и ФСБшниками в Омске, добиваясь его эвакуации в Берлинскую клинику. Наконец, это случилось, и в следующей неделе информации о состоянии здоровья Алексея было мало. Была лишь надежда, что он выживет и поправится. В конце сентября у меня была свадьба, гостями на которые, разумеется, должны были стать и Алексей с Юлей. Отмечать пришлось без них, но лучшим подарком стал видеозвонок Алексея из Берлина через пару часов после выхода из ЗАГСа. На экране телефона он широко улыбался, шутил в своем стиле и со знанием дела говорил, что если я продержусь в браке год, то из меня вполне может получиться хороший семьянин. У Яшина усы, скажи, пожалуйста. Я сейчас открою тебе маленькую тайну. Сейчас я открою тебе маленькую тайну. Все, что сейчас происходит с моим лицом, на 100% ответственность Веры Вячеславовны. Она мне говорила, она просто мне вынесла весь мозг. Она говорит, пожалуйста, прекрати выглядеть как мерзкий депутат. У тебя депутатская прическа, у тебя депутатская физиономия. Я хочу, чтобы ты выглядел как нормальный человек. Хорошо, и тогда, Вера, ты хочешь, чтобы он не выглядел депутат, а выглядел как таксист из Еревана? Понимаешь, в чем дело? Я армянка. Я не могу позволить, чтобы в нашем доме усыбли только у меня. Мне просто надо... Боже мой. Понимаешь? Какая веселая семья. Окей, хорошо. Оптимизм Навального не оправдался. Ровно через год я и развелся. Но в тот день я увидел Алексея живым и здоровым впервые после отравления. Это очень воодушевило. Казалось, что если человек смог практически воскреснуть после такого, значит, мы просто не можем проиграть свою битву со злом. В течение осени и в начале зимы мы регулярно созванивались, обсуждая дальнейшую стратегию оппозиции. При этом я понимал, что Навальный планирует вернуться в Россию и что это несет чудовищные риски. Но он принял это решение, не спрашивая чьих-либо советов. Лишь однажды я его спросил, вернешься? Он ответил, конечно. Я уточнил, уверен? Навальный усмехнулся и спросил, а ты бы разве не вернулся? Больше мы к этой теме не возвращались. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые я делаю каждый день уже несколько месяцев и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров. И все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы. И на сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте. В январе 2021 года Алексей прилетел в Москву и был немедленно арестован прямо в аэропорту. Накануне он назвал имена своих убийц, а одному из ФСБшных киллеров даже позвонил. И вот теперь возвращался в руки этих самых убийц во главе с Путиным, что казалось безумием. Но это был исторический момент. Момент морального триумфа Навального. Он посмеялся страху и смерти в лицо, доказав свою силу и моральное превосходство над Путиным. В феврале 2022 года Путин начал войну с Украиной, залив эту страну кровью. За Навального стало особенно тревожным, поскольку отныне у диктатора, очевидно, не было уже вообще никаких ограничений. В марте я лично видел Алексея живым последний раз. В тот день я приехал к нему в колонию на электричке, чтобы выступить свидетелем по очередному уголовному делу, которым его грузил Следственный комитет. Перед началом заседания мы успели недолго пообщаться. Алексей спрашивал, что происходит на фронте, какие новости, а потом задал вопрос, не собираюсь ли я уезжать из России из-за угрозы ареста. «А ты бы уехал?» – сказал я. В конце июня меня арестовали за антивоенные призывы. В течение 2023 года мы с Навальным передавали друг другу приветы из-за решетки и поздравляли с днем рождения. В своем письме Навальный сказал, что сильно удивился бы, узнав 20 лет назад, что Путин нас всех пересажает. И поздравляя меня, добавил, что награда за хорошие поступки и дела обязательно будет, надо лишь набраться терпения. Сам Алексей, однако, награды не дождался. В феврале 2024-го он был убит в колонии особого режима за Полярным кругом. Убит после долгих месяцев издевательств и карцеров. Он убит, а я потерял еще одного своего друга. Прошло 40 дней, но мне до сих пор все так же больно и тоскливо, как в тот момент, когда меня оглушили этим известием. Но как бы сложно ни было, я не позволяю себе впасть в отчаяние. Потому что отчаяние – это смертный грех. И потому что наше с вами отчаяние – это победа Путина и торжество зла. «Люди, утратившие волю и веру в будущее, никогда не справятся с тиранией и не смогут отстоять свою свободу. Да, плохо. Да, больно. Но я не опущу руки и не сдамся. И вас, друзья, призываю не отчаиваться, не сдаваться и всеми силами сопротивляться диктатуре. Ради тех, кто погиб, и ради тех, кому еще жить». Светлая память Алексею Навальному. Это был достойный и мужественный человек, который заслужил свое место в истории и в наших сердцах. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, прокомментировать ролик и подписаться на мой канал. Это поможет продвижению ролика на Ютубе. С вами был Илья Яшин, политзаключенный в колонии номер 3 Смоленской области. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok